Этот зал посвящен оленеводству, транспортному и уходу за домашними оленями. В основном представлены предметы ухода за оленями, предметы вьющного и верхового синержения оленей и зимняя упряжь. Запряжку начинали с того, что одевали на верхового оленя головную верёвку, которая называется бас-бета, состоявшей из ременной петели оборотей с двумя ремешками за рогами оленя. Верховое оленя седло джукемди – это две продолговатые подушки, скреплённые небольшими костяными скобками. Для кого есть седло, помещали на лопатку, например, лопатки, сидят на задней части седла. За день обычно проходят 25-30 километров. Для посадки на верхового оленя с правой стороны применялась палка-посох. Женский посох представлял собой плоскую палку с железным навершием в виде крючка нори. Вот перед вами свадебный посох нори с тремя кружочками, так называемые трехсолнечные нори. Это многофункциональное приспособление, снижение женщины, которые использовались во все случаи кочевой жизни. Этот посох удаленял руки. Можно, сидя верхом на олене, можно зацепить этим крючком упавший предмет. Или использовался для покрытия чума. Летом грузы перевозили на вьючных оленях. Перед вами комплект вьючных оленях. Курчок состоит из головной веревки. Также на тальниковом кольце здесь закреплен колокольчик, который дает знать, где находится караван. В комплект входит грузовое седло с высокими луками. Лисовая часть лук свадебных седл украшается орнаментом. И имеет очень красивый оттенок, дает. Также грузы упаковывает предметы кочевого быта. Так называемые вьючные суммы Матага. Есть ящики Матага, которые имеют, так называемый, можно сказать, футуляр из камусов. И это седло с ящиком суммой покрывается вот таким ковриком кумалан. Есть головных шкурок, которые не пропускают влагу при дожде и других природных категоризмах. Весь это седло с бьючным ящиком закрепляется под пругой из ровдуги. Вот в основном на вьючный караман состоит зона тайги из десяти вьючных оленей. А в тундре можно находиться в Северске, в караване, до пятнадцати вьючных оленей. Каравана вьючная ведет мать семьи, женщина и имеет строгую последовательность в караване. Вот мы видим реконструкцию в караване вьючных оленей, который называется Эльгемин или Аргиш Ведущий олень это где сидит хозяйка каравана ведущая на втором вьючном олене в Северске вот обычно находится люлька с ребенком, который связывается с ящиком мотогой вьючным. А на третьем к так называемым извьючным сетолом Гера перевозится ребенок с года до пятнадцати, до полторы лет, который самостоятельно не может ездить верхом. А на остальных в связке находится олень и с вьючными ящиками с посудой, с постельными принадлежностями и каждый лень имеет свое название. Например, олень хойбалах с ящиком, олень с органах с постельными принадлежностями, олень на стволах со столом, с посудой и утварью. А в конце каравана вот самые сильные олени тащат шесты от чума. Таким образом караван в ющных олени идет к новому месту пребывания, к новому месту так называемому арану, к новому стойбище. Зимой традиционно в Венгрии запрыгали транспортные олени нарты двух или трех оленей. Передовым ведущим оленем является правый олень, который управляется с правой стороны боржами, которые соединены с недоутском. а две другие олени только причастевываются к главному передовому оленю. А упряж оленей состоит в основном из комплект зимно-легковой упряжи. состоит из недоузка с вертолюгом с полостей рога оленя боржами также головной верёбкой с поводком пристежнёга оленя в основном. вот существует несколько модификаций легковых нарт где только садится человек оленевод человек, который ездит. Перед вами предметно вот представлена безданная нарта. Безданная прямокопильная нарта является модификацией, как пишут ученые, восточно-сибирской собачьей нарты. Широко был распространен по всему северу Якутии. Основные детали и элементы нарты в основном они закрепляются с помощью вот таких тонких ремней из выдаленной шкуры ровно. Состоит здесь основные детали нарта это бард, Барда, Челак, Полозья, Чиль. Дальше Копылья. Они прямые, прямокопыльная нарта называется. Он называется также с досок настила, которые ложатся на вот поперечные прикладни, при поломке в основном они только заменяются, только вот веска, только берегка, которая закрепляется. Таким образом он добротный и является основной легковой нартой оленевода. Каждый хозяин на свое моление делает метку на обе ушки. При появлении тугута таленка почти сразу на ушки делает основные элементы. Постоянные элементы меток, разные срезы, вырезы, на носевые, на ушки таленков, вот эти постоянные элементы, они дают несколько вариантов. И каждая семья имеет свою метку. И определенная комбинация вот этих общепринятых элементов делает, вот, создаёт родовые, семейные и личные метки, которые дают право на владение домашними, только с такими метками. Примкнувших чужих домашних оленей, вот, к стаду опознают по меткам и возвращают хозяину. А дарённых, дарённых оленей метки, их не меняют и оставляют, вот, чтобы на добрую память, что какой-то человек, наш хороший сосед, им подарил такой олень с такой меткой, которую им может отдаривать потом, вспомнив об этом, смотрев об этом. Также для содержания и ухода с оленями используются различные приспособления. Для оленей, которые подбережны бродячнисту, которые уводят стадо, вот, к ним вешают вот такие ограничители движения, так называют кулуку, отвес вертушки, во-первых. Отвес вертушка закрепляется на тальниковое кольцо, которое называется чекоптинь. Сначала, вот, вместе с чекоптином вот такой отвес вертушка закрепляется вот на шею, на шею оленя. Вот, например, если где-то вот такой кольцо. Вот это типа макет такой обвес вертушки ограничители движения оленя. Вот, сначала вот этот надевается вот таким образом, и потом его надевает, и таким образом он вот. таким образом его отпускает вместе со стадом, тогда он далеко не уходит. И транспорт и оленей, которые могут уходить далеко, их тоже вот ограничивают таким приспособлением. Или надевает на шею колокольчики, самодельные бувенцы, которые издают звук, которые для опознания, где находится стадо или вот отпущенное на прокурором в транспорт и олене. Вот, из дерева, из дерева, вот из этой, из деревянной дощечки тоже делают вот такие бубенцы. Вот, деревянные, так называемые ханалда, тоже которым привязываются оленя бабки, или оленя, и которые впереди вешаются на рога оленя, и отпускаются на ночь или вместе со стадом. И сразу во время мороза издалека слышно, где пасется стадо. Или если ночью они, вот, в состоянии, отходят ко сну, тоже известно. Когда встают, вот, начинается они издавать звук. Поэтому как будто контролируют, где находятся, в каком состоянии находятся. Если волк будет испугать от волков, они бегают, и вот звуки бубенцов ханалда бывают очень тревожными. Тогда оленевод сразу узнает, чувствует, что это на оленя напали какие-то звери, вот, волки. И сразу идет на помощь. Таким образом, вот, такими венцами шума, они как будто округливают, все время находятся в пульсе событий, как будто оленевод. Это переспособление или предметы для ухода и содержания оленей. Субтитры создавал DimaTorzok